Как сложилась жизнь у героев проекта «Холостяк»? Начнем с первого сезона. Александра Шульгина и Андрей Чмирковский. Они встречались месяц, но вскоре расстались. Александра Шульгина занимается тренингами, всячески развивается. Андрей женился на спортсменке. Вот она. Елена Ряснова и Фрэнсис. Встречались они полгода, но в итоге расстались. Елена Ряснова вышла замуж за бизнесмена. Фрэнсис до сих пор холостой. Третий сезон. Анна Козырь и Андрей Скорнев. Анна Козырь сразу же показала Андрею, что она ему после проекта отказывает. От Андрея была беременная Яна Станишевская, но после проекта он стал встречаться с третьей финалисткой, с Ириной Скориковой. Но тем не менее и с ней не сложилось. В итоге Андрей вернулся к своей первой любви. Он называет ее Ирена. Анна Семакова и Константин Евтушенко. Тоже расстались. Их общение более походило на дружеское. Сейчас Константин Евтушенко с Натальей Добрынской. Рожден холост. С Иванкой у него не получилось. Он даже сделал издевательское предложение Гали на конкурсе красоты. Он прошел шоу холостяк. Ты помнишь, да? В чем была суть? Ты прошел. Скажи, вот в данный момент, что бы ты выбрал? Стать номер один? Забрать эту чудесную корону? В силенную Украину? Или все-таки люди за меня заможут? Кто не слышал, я просто перекажу. Что для тебя важливее? Перемог ты в конкурсе? Или выйти за меня замуж? Что она должна ответить? Что для нее кохание меньше важное, чем победа? Или что она должна ответить? Что ей плювать на победу, а ты, рожденчик, найголовнейший? Я не знаю точно, что она ответила, потому что это не записано. Но зал реагировал, как это так. Она отвечает, что она должна быть так. Мало того, что это запитание ставит Галю в незручное становище. Если ты хочешь делать пропозицию, то делай ее нормально. Запитуй, выйди за меня замуж. А не ты запитуешь, что тебе важливее. Ясно, что ведущий відреагировал, как нормальная людина. Он подумал, что после этого запитания будет... Что? Ты видишь после фразы «Кольцо всегда со мной». Все ожидали, что рожден дистанет каблучку с кишени, сяде на колено и запитает, если она выйдет на него замуж. Ну, это логично. Так он, придурок, стал отбреховаться. Ты, наверное, так у женщины запитуешь? Ты ее принижаешь? Неймоверно. Но больше ты себя принижаешь. Человеки, если вы хотите дещо запитать, запитуйте прямо. Рожден Анусси втек до Московии. Хороша дівчинка Ліда виявилася зовсім нехорошою. Зірка першого холостяка Яна Соломко теж із зрадниц.